Господа, помолимся! Господи, помилуй! Поверь, освятитесь, ободам силу и действиям, и наите святого духа! Господа, помолимся! Сотни верующих по традиции собрались на берегу Орехового озера. На улице примерно минус пять. Люди ощущают себя вполне комфортно. Вера и стойкость. Пожалуй, именно это и помогает погрузиться в холодную воду без сомнений. Для многих это уже не первое купание. У меня уже четвертое крещение. Но я больше в Зеленограде, Черное озеро, как говорится, Купель. В Москве, как говорится. Поэтому здесь я первый раз. В Рязани я первый раз. Я случайно здесь. И поэтому крещение я встретила именно здесь. Второй раз принимаем участие. Хотим, чтобы вошло это в традицию. Да. Такой большой праздник. Всех поздравляю с праздником. Самое главное – здоровья. Сегодня ночью один из 12 главных христианских праздников. Верующие в этот день окунаются в ледяную купель. Традиционно для Рязани это Ореховое озеро. Многие люди верят, что если искупаться в водоеме, вода, в котором в этот день становится освещенной, можно избавиться от многих болезней, очиститься от негатива и зла. Прямо сейчас мои коллеги прикасаются к таинству в других районах города. И давайте узнаем, как у них обстоят дела. Мы находимся в Шумаше. Настроение у всех бодрое. Народа не очень много. Постепенно люди приезжают, уезжают. Приходят такие немножечко мрачные. Выходят из купели уже более позитивные. Сейчас сама тоже попробую нырнуть. Желающих испытать себя и очистить душу от грехов было немало. Из года в год в Шумаше традиционно вырезают свою купель. В этот раз ее обрамляли синие гирлянды, что только добавляло атмосферы волшебства. Под ногами солома. Ноги выходящих из воды не коченели, и это был своеобразный деревенский комфорт. На самом деле классно себя начинаешь ощущать уже только после того, как вылез из проруби, переоделся, и все тело немножечко покалывает так приятно, и ты идешь к машине. Вот сейчас прям очень хорошо, очень хорошее настроение. Купель Иоанна Богословского монастыря в Пощупово в Крещенскую ночь одно из популярнейших мест в области. Обычно уже на подъезде, пробке. Машины с рязанскими, подмосковными и московскими номерами. Здесь закрытые купели, мужская и женская, и к ним, и к источнику, чтобы набрать воду. Всегда огромные очереди. В этот раз исключения не было. Благо мороз пощадил желающих нырнуть. Было довольно тепло. К женской купели очереди практически нет, а мужская очередь так и не заканчивается. В этом году, впрочем, как и всегда, большое количество желающих принять участие на главной оборудованной рязанской купельне. Кстати, здесь работают спасатели и врачи. И в случае возникновения нештатных ситуаций, они всегда готовы прийти на помощь. Ощущение какой-то свободы и обновления, если честно. Особо не готовились, но ждали этого праздника, чтобы сходить и окунуться. С праздником всех, всех рязанцев. Здоровья, счастья, успехов, удачи. Но здоровье самое главное. Здоровье, чтобы у всех было. Какое впечатление? Восхитительно. Ежегодно принимаете честь? Да. Как у вас впечатление? Отлично. Всем советую, всем советую. С крещением всем Господним. Каждый год. Крещение – это большой христианский праздник с древней историей. А его главная традиция – освящение воды, которая, говорят, сохраняет свои благостные свойства в течение всего следующего года. Согласно евангельской истории о крещении Христа в реке Иордан, во время обряда омовения на Иисуса сошел святой дух в виде голубя. Кстати, Ореховое озеро митрополит Рязанский и Михайловский Марк осветил необычным крестом. У него, оказывается, есть своя история. Этот крест является крестом особым. Почему? Дело в том, что он сопровождал меня в одной важной поездке. Я целый день провел на Иордане и вечером тоже вот уже второй раз погрузил этот крест в священные воды реки Иордан. И вот с тех пор стараюсь брать на освящение воды здесь, в этом месте, традиционно, накануне праздника, погибление вот этот крест. В этом году в Рязанской области было оборудовано более 40 купелей. После купания, как по мне, так в не очень-то и ледяной проруби, все желающие могли согреться в теплых палатках. Мероприятие проходило с поправкой на пандемию, поэтому людей к водоему подпускали лишь по несколько человек. Но в остальном никаких препятствий к смытию грехов не было. Священное таинство прошло без эксцессов. Герман Гущин, Анна Герцовская, Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».